По кругу выписаны цифры 0, 0, 0, любая из восьми последовательностей нулей и единиц встречается. Кстати, давайте проверим. Вот здесь две нуля. 0, 1, 0. 0, 1, 1 встречается. Правильно? Что еще бывает? 1, 1, 0. Вот здесь. 1, 1, 1. И 1, 1, 1. Действительно, идеально. А 0, 1, 1. Да? 0, 1, 1. И 1, 0, 1. 0, 1, 1. Нет, правильно. Везде, везде разные. Отлично. Отлично. А теперь нас спрашивают. Придумайте другую последовательность из восьми цифры, обладающую тем же свойством и тоже начинающуюся на три дня. Во-первых, почему правило начинается на три нуля, на самом деле совершенно не ограничено. Вообще-то, условия, группа троих где-то должна встретиться. Как придумать все? Нельзя, чтобы она повторялась. Оказывается, что можно решить такую общую задачу. Можно узнать, сколько всего существует таких последовательностей. При этом можно узнать это не только для последовательности, когда нужны все тройки или когда все четвертые, а можно узнать для любого числа Н. Это было впервые сделано в 1946 году математиком по фамилии Де Блёй. Есть просто абсолютно явный ответ. То есть для любого Н можно выписать по кругу 2 в степени Н нулей и единиц. Причем так, что с любого места, когда читаешь по часовой сделке, получаются в разных местах разные Н цифры. И количество способов это сделать оказалось можно посчитать. У меня идут тройки. Давайте подумаем, каким образом можно это нарисовать на картинке. А на самом деле так. Мы же с вами можем взять и нарисовать картинку, в которой, ну где-то, я не знаю, рисовать 8 вершин или рисовать 4 вершин. Наверное, я все-таки начну с картинки, когда 4 вершины, и так, наверное, будет понятен. Какие вообще варианты для случая, когда стоят вверх? Здесь ноль-ноль. Ноль-ноль. Ноль-1. Что еще бывает? Один-ноль. Бывает один-ноль. И бывает один-ноль. Думаем вот о чем. У нас есть ноль-ноль. Что значит подряд идут ноль-ноль-ноль? А уж просто. А уж просто, господа. Я беру и показываю, что вот здесь вот такая вот петелька, и на этой петельке я пишу оль. Отлично. А что значит после ноль-ноль идет единица? А вот что значит. Здесь вот я рисую вот такой петельку. Если я приписал ноль-ноль единицу, то я попадаю сюда. Идея понятна? Хорошо. Теперь, вот я так обработал и решили. После ноль-ноль бывает либо ноль, и если ноль, то в таком случае я прихожу сюда, потому что получается один-ноль. Либо единица. И в таком случае я попадаю сюда. Хорошо. Теперь, из один-один. Бывает либо вот такая ситуация, если приписали единицу, либо приписали ноль. И тогда мы идем сюда. Осталось немножко. Из ситуации один-ноль. Либо приписываем ноль и идем сюда. Либо мы приписываем единицу. Ну, давайте я здесь. И идем сюда. Вот получился граф. Обратите внимание, какие свойства у этого графа. Первое. Из любой вершины выходят два графа. На одном из них написан ноль, на другом написан что? Единица. Отлично. Это одно. Другое соответствие. В любую вершину входят два ребра. То же понятно? Отлично. Отлично. Это мы с вами поняли. А теперь вопрос. Как, вон ту последовательность, которую нам дали условия сдачи, ноль, 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 один, 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 ноль, один, ноль, один. Как ее представить на нашей картине? Пострелка. Что? Иди по стрелкам. Абсолютно верно. Иди по стрелкам. Только внимание. Вот та цифра, это как раз и есть наша стрелка. Давайте посмотрим. Идем по стрелкам. Ноль, 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 ноль. Дальше что? Один. Один. Потом что? Нет. Потом опять один. 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 Дальше что? Ноль. 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 Один. Один. Да. Не вопрос. А нельзя, по идее, по каждому иду по два раза идти? Именно. По каждому иду. Надо пройти ровно один раз. Господа, все-таки задача была сказана. Начинаем с чего? С трех нулей, да? Поэтому давайте я покажу это еще раз. на соседней картине. Смотрите. Вот я рисую первую дугу. Вот эту. Я пришел сюда. Видели? Это три нуля. После этого я иду по единице. Это иду сюда. После этого я опять иду по единице. Это вот сюда. Потом я опять иду по единице. Это вот так. Так. После этого я что делаю? Потом иду по нулю. Это вот сюда. Потом иду по единице. Это куда? Это не скотчем. А? Это вот сюда. Потом иду по единице. Вот сюда. Потом по нулю. То есть сюда. И потом ты иду что? По нулю. Еще. По одному нулю. Это куда? По веру. Это веру. Так. Теперь вопрос. А я прошел все ребра? Да? Да. Все. Поняли? Господа. Получается. Не конечнее. Получается. Что тот цикл. Это в точности. Послушайте меня. Это важно. Это в точности маршрут. Который проходит по всем этим ребрам. Ровно один раз по каждому из них. Поняли? Да. Поняли. Отлично. Теперь вопрос. А как же нам решать нашу задачу? Три нуля здесь уже написано. Я уже рисую вот эту вот нашу углу. Куда? Вот она эта нуля. Она пришла куда? В вершину, на которой написано 0,2. Правильно? Замечательно. Интересный вопрос. А если у нас было подряд написано три нуля, откуда она пришла? Понятно. Отсюда она пришла. И еще один ноль был, значит, отсюда она пришла. То есть, я уже знаю вот такие... Теперь все остальные я сейчас нарисую пунктиру. Для того, чтобы не запутаться, я напишу на ней, конечно, вот эти вот цифры. Чтобы не запутаться, я их нарисую. Наша цель понять, как выглядит маршрут. То есть, в каком порядке надо эти пунктирные отрезки взять, чтобы получился полный цикл во всем приумках. Итак, здесь нельзя единичка. Здесь тоже пунктирные отрезки. Я перерисовываю картинку. Так, 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 здесь единица. И, наконец, здесь вот. Отлично. Так что же мы знаем? Какой очевидный следующий репорт? На единицу. Вот по этой единице. Правильно? По-другому нельзя, потому что из этой вершины выходит уже единственное репорт. Отлично. Значит, я жирно рисую вот это и пишу туда единицу. Отлично. Теперь, смотрите, что произошло. Я вошел в эту вершину, но здесь одно репро уже нарисовано. Значит, что я сейчас обязан сделать? Нарисовать вот так. Чек. Пишу сюда единицу. Но пока все происходит абсолютно однозначно и точно так, как было в прошлый раз. Хорошо. Если вы напишите ноль, то вы не сможете воспользоваться путем один. В один-один. Стоп. То есть, получается, мы доказали, что путь единственный? Нет. А как? Нет, а в чем отличие? Дело в том, что я просто знаю, другой путь. Нет. Первая ошибка. Первый путь может быть не на искус, а поинтсу. И там тоже морфи. Спасибо. Спасибо большое. Я действительно в этом месте ошибся. Так, тогда все эти мои жирные стрелки я выбираю. Спасибо вам огромное. 12 последних. Так, то есть, я с самого начала ошибся, да? Да. Замечательно. Замечательно. Спасибо вам большое. Итак, действительно, здесь могут быть вот так. Так, здесь ноль, да. Что это означает? Отсюда выходит ноль, так все, руководит единица, да? Ноль там. Ноль. Ноль. Значит, мы никуда не пойдем. Все, значит, ты должен идти сюда, правильно? Да. Отлично. Пишу сюда ноль. Ну, группа единица. Значит, единица. Дальше отозначена единица. А где? Потом еще одна единица. Итак, ноль, 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 один, ноль, один, один, один. Там ноль, 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 один, один, один. Почему я сейчас рисовал это не способом просто подбора, а при помощи рисования вот этого графа? Ребята, чтобы доказать, что так будет, мы только приобретаем. То есть, смотрите, решение задачи для любого н. Но не всей задачи, а именно того, что существует. Рассказываю. Нет. Последовательности длины 2, а последовательности длины и оттуда, ну, с этим, 2, я, подай. Скажем, если нас интересует задача, где приобретаем, а для четверки, то есть, когда четверки, то у нас здесь будет вершин не 4, а 8. Всевозможные тройки. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. И из каждой такой тройки рисуем дубу, на которой пишет число 0, и рисуем дубу, на которой пишет число 1. И по очень простому принципу. Вот скажем, у нас есть точка 0, 0, 0. Там будет петля, на которой мы написали 0. И там будет стрелочка, на которой написала единица, которая будет ввести в точку 0, 0. Какой там? 1. Тогда приписали 0, 0, 1. А из этой приписыванием 0 получается 0, 1, 0, а приписыванием единицы получается 0, 1, 1. И так далее. И получается, что из каждой вершины выходят ровно 2 стрелки. И в каждую вершину, в общем, входит тоже ровно 2 стрелки. Для пяти уже картинка будет очень сложная, поэтому сложно рассмотреть. А вот для четырех вершинка будет еще всего лишь 8 стрелки. И поэтому, в принципе, можно, что называется, подумать, можно понять, как это рисовать. Давайте, давайте сделаем так. Я вот это вот стираю и попытаюсь... Прежде чем рисовать картинку для четырех, у нас будет... Я еще не рисую, но так осуждаю. У нас будет 8 точек. Согласны? 8 точек. Из каждой выходят 2 направления, 2 стрелки. В каждую входят 2 стрелки. Так? Перезаявление. Поскольку граф связанный... Вы же понимаете, что в принципе от любой тройки можно приписывая по очереди цифры добраться до любой тройки, да? Поскольку граф связанный, то получается, что у нас есть такой замечательный граф, в котором 8 вершин, это не так важно, сколько вершин, а важно... А важно следующее, что из каждой вершины выходит как вода столько же стрелок, сколько входит. Так вот, ребята, любой такой граф эйлеров. Эйлеров, это значит, там существует маршрут, который проходит ровно по каждой стрелке по одному фразу. Давайте я объясню, без всякого творческого рисования, а просто идея. Встаете в любую точку, идете по стрелку. Оттуда тоже идете по стрелку. Идете по стрелку. Вы понимаете, что когда-нибудь вы зациклитесь? Да? Отлично. Не обязательно вы придете в начало. Вы, в принципе, можете зацикливаться и вот так. Но, если вы зацикиваетесь так, то смотрите, вот эта решита выходила, сделала бы выходила, в коем? То есть она и что надо еще делать? Еще должна выходить. Правильно? Если вы пойдете дальше. А в какой момент вы сможете остановиться? остановиться вы сможете только в тот момент, когда она первая из начала. Помечай. А теперь вы делаете простой вещь. Вот так. Все, что вы сейчас нарисовали, вы берете и рисуете каким-то другим цветом. А оставшиеся объемы графа, тем, который цвет, который был бы начальник, и вы получаете, что оставшиеся объемы опять образуют граф, в котором из каждой точки выходит только столько же, и столько же. Это звучит очень просто, а между тем, вот это надо абсолютно понять. Между тем, чем ворочек ворочек ворочек? Вы слышите, пожалуйста? Может быть, кто-нибудь решал задачи там рассказывать про те неэксперские мосты? Слышишь? Я не знаю. Вот, молодец. Вот. Или там, обойдите на картинке все. Да, да. Таким же, дальше на шагах. Так вот, это ровно на эту тему. То есть идея такая. Если у вас стоят стрелки так, что в каждую вершину входит столько же, сколько выходит, то в таком случае вы вот эти, которые вы выделили, берете какую-то другую вершину, и из нее тоже пошли. И опять остановитесь только тогда, когда дойдете до точности, с которой вы личите. И получается другой цикл. Вот очень важно. что если это другой цикл. Пересекся с этим, вот представьте себе, вот так вот взял и пересекся. Тогда вы могли идти сначала по этому циклу, потом пройти это, а потом пройти дальше. То есть, когда у вас есть два цикла, вот есть один цикл, вы шли по нему, да, и есть какой-то другой цикл, и вы шли по нему, то вы могли идти так, вы могли дойти, пройти по этому циклу, и потом пойти так. То есть, пересекающийся цикл можно опять перейти в один. Ну и таким образом мы все-все объединим, и у нас все получится. Так, идея понятна? Понятно. Давайте решим задачу для изучения n, как 0,4. Здесь сумочка 0,0,0. Что 0,0,0? И что у меня 4,0? Когда мы решали 5,3, у нас было 2,0 и 3,3,3. Когда 5,4, то у нас было 3,0 и такая же. Итак, здесь у меня будет 0,0,1. Можно приписать нолик, получив 0,1,0. Можно приписать единичку. Можно приписать единичку, получив 0,1,1. Заметьте, у меня уже 4 вершины. Хорошо. Теперь из 0,1,1. Можно приписать единичку, получив 1,1,1. Можно приписать нолик, получив 1,1,0. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Уже 6. Так, что еще надо рисовать? Зацикнули в 1,1,1. Зацикнули в 1,1,1 с удовольствием. Вот здесь вот есть такая единичка. Хорошо. Теперь из 1,1,1 можно приписать нолик. И тогда мы, между прочим, сюда попадем, правда? Да. Тогда мы попадем сюда. Очень хорошо. Мы уже это решили. Обработали между прочим. Слушайте, в верхнем виду мы все вершины. И с каждой по две стрелки идет, да? 1,0,0. Так. Бывает что? 1,0,0. Бывает 1,0,0. Это если мы сюда припишите ноль. И если мы... Сейчас, сейчас. 1,0,0. О, через это. И бывает еще приписали единицу сюда. Получили 1,0,1. Правильно? Хорошо. Приписали единицу. Получили... Получили 1,0,1. Так. Теперь я и вот эту точку обработал. Теперь чуть-чуть осталось. Вот 1,0,0. Я приписываю ноль. Перехожу сюда. Или приписываю единицу. И перехожу сюда. Так. Все. Вот с этой точки уже забрались. С этой забрались. С этой осталось, да? Бывает, ноль приписали. Это что такое? Один. Нет. Один. Вот туда. Это вот туда. Вот сюда. А бывает один приписали. Это вот сюда. Один приписали. Это вообще ужас какой-то. Господа. Теперь. Вы должны принимать себя лучше. Во-первых. Какой-нибудь маршрут. На самом деле. После того, как мы нарисовали эту картинку. Получается. И сейчас раз. Если я сейчас буду доказывать, что последовательности приобрели 16 штук при помощи работы графа, то во-первых, если я это докажу. Если я буду рисовать разные картинки. Каждый раз там. Иду туда. Иду туда. Там получилось. Там получилось. Рано или поздно у меня все получится. Но видно, что это тяжелая переборная задача. Ну и даже более того на доске, я боюсь, я бы ее не решила. То есть на бумажке просто из-за того, что можно рисовать новый граф и переходить от картинки к картинке. Я бы ее не решил. А вот на доске я бы не решил. А тем не менее, оказывается, что можно в общем случае решить вот эту самую задачу гибридов. И вот это и было сделано в 1946 году. Оказывается, чтобы разобраться с этой задачей, трудно работать с последовательностью гибридов. Нужно обобщить условия этой задачи. Это довольно тонкое место. Давайте я поэтому пытаюсь это сейчас объяснить подробнее. Вот у вас здесь нарисован граф, который объясняет условия задачи гибридов для н равного 3. Правильно? Так или нет? Отлично. Ребята, а вот оказывается, можно от этого графа перейти к другому. Итак, давайте этот граф обозначаем g. Я сейчас объясню, что такое граф G со звездочкой. Посмотрите. Когда у нас есть точно вот эта вершина, то из нее выходит ровно 2 ребра. Так? Из вершины выходит ровно 2 ребра. В вершину входит ровно 2 ребра. Отлично. Граф свят. Так вот, господа. Давайте договоримся, что у нового графа G со звездочкой. В вершине это на самом деле будут вот эти стрелочки. Обратите, пожалуйста, внимание. Из каждой точки выходило у нас 2 стрелочки. Правильно? Поэтому вершин у него ровно в 2 раза больше, чем у графа G. И посмотрите на левую доску. Ведь что такое вот эта стрелочка? Это на самом деле начало 0,0 и к ней приписываем 1. То есть это же и есть фактически 0,0,1. В вершине кран G со звездочкой ровно в 2 раза больше. Замечательно. А теперь вопрос. А в каком случае мы ставим стрелочку между двумя вершинами? А вот в каком. Давайте. Вот я выкажу на картине вот это вот ребро. И мысто на... Его надо представлять так. Это такая стрелочка. Сначала 0,0 и приписываем единицу. То есть фактически это 0,0,1. Замечательно. Так вот. После этого есть 2 стрелки. В одном случае идем... Куда мы в одном случае идем? То есть 0,1 и приписывается 0. 0,1 и приписывается 0. Или же стрелка сюда. Это 0,1 и приписывается 0,1,1. В вершине графа G со звездочкой это... Это... Что это? Что это? Это географа G. Это географа G. Дальше. Если у вас есть одно ребро, и у вас есть ребро, начинающееся там, где это заканчивается. То вот именно они считаются... Что называется... Здесь... То есть вот было ребро. Начинается на 0,0 и 1. Это мысляно как бы... 0,0,1. И вот следующее ребро. Начинается на 0,1 и... Это мысляно 0,1,1. Или... Начинается на 0,1 и приписывается 0. Это 0,1 и 0. Ребята, вы посмотрите. Видите? Правая картинка ровно так получалась. Разве нет? Именно так. Поэтому новый график G со звездой... Опять с каждой вершины выходят ровно две стрелки. Согласны? И... В каждую вершину входят тоже две стрелки. И он тоже связан. То есть получается, что операция, которая резонентный график делает L, удваивает количество вершин, но оставляет главное свойство графа, что в каждую вершину входят две стрелки и в каждой вершине входят две стрелки. А вот дальше... Лемматерпиой. Поскольку она фактически решает полугольную задачу, давайте я ее самулю. Если в графе G всего M вершин и N циклов, цикл это путь, который проходит по всем ребрам ровно по одному разу и заканчивается там, где начался. И при этом мы не смотрим с какого места начинать, нас интересует именно цикл, а это удовольствие, и N цикл, то в графе G со звездой будет 2M вершин и 2 в степени M минус 1 умножить на N цикл. Если мы докажем эту лимбу, то крайне просто будет доказать общую формулу для всей задачи. Почему? Потому что каждый раз мы знаем, сколько вершин, ведь когда у вас решается задача на N вершинах, то в соответствующем, нет, не задача на N, я очень помню, я очень помню, цикл будет K. Здесь у меня у K, чтобы не путалось ни с кем N. Итак, пусть мы решаем задачу для случая, когда последовательности из N циклов, из нулей единицы по N шту. Тогда помните ли вы, сколько было вершин? Помните, конечно, вершин было 2 в степени N минус 1. Отлично. У такого графа 2 в степени N минус 1 вершин. Замечательно. А количество, количество циклов. Давайте посмотрим. Если N равняется 3, то эту задачу мы решали. В таком случае K равнялось 2. В таком случае, если N равняется 4, то новое число K вычисляется следующим образом. Переход от 2 к 3. Был граф с двумя решинами, вы его помните, да? Это 0 и 1 просто, просто 2 числа. Вообще, что такое, когда это равно 2, 1 грамм. Это есть точка 0, есть точка 1, из нуля в ноль есть петля, из нуля в ноль есть петля, из нуля в ноль есть петля, а еще есть вот такие двумя, понимаете, да? Вот он граф. И в нем вообще-то один единственный цикл. Потому что вы идете, идете и все. В нем все на один единственный цикл. Так, G со звездой решили в 2 раза больше для друга. Правда. И добавится, так, и к циклам добавилось в 2 раза. Так, все хорошо. Так, давайте мы эту формулу проверим для трех. 2 в степени 4 минус 3, это 2. Так, это правда. Это правда. Когда n равно 3, это правда. Когда n равно 2. 2 в степени 2 минус 2. Слушайте, а это тоже правда. Что теперь я должен понять в общем случае? А очень простую вещь. Я должен понять, как вот это число пересчитывается. Если мы его уже знаем, то как получить следующее число. Значит, итак. Пусть у нас есть 2 в степени. 2 в степени n минус 1 минус n цикл. Это вот такое число а. Это было для n. Значит, вершин количества это было 2 в степени n минус 1. Пока все понятно? Да. Отлично. Теперь читаем ревну. Что у нас, смотрите. В новом графе количество циклов получается как прежнее количество циклов. То есть, 2 в степени n минус 1 минус 1. Умножить на 2 вот в этой степени n минус 1 минус 1. Отлично. Перемножаем в степени 2. Что у нас получается? 2 в степени 2 в степени n минус 1, еще 2 в степени n минус 1, минус n минус 1. Ну что такое 2 в степени n минус 1 плюс 2 в степени n минус 1? Это, очевидно, 2 в степени n. Так? Или не так? Да. То есть, это на самом деле n плюс 1 минус 1. И минус n плюс 1. Получается та же формула, только для n плюс 1. Отлично. Если лемба деплёйна верна, то тогда все хорошо. А теперь интересный вопрос. А как вы доказываете? Идея и так далее. У вас, когда есть вершина, то в новом графе было какое-то ребро, дальше оно идет либо так, либо так. Согласны? Замечательно. И вообще любая вершина в старом графе шея, она выглядела вот так. И входили 2 в рак, выходили 2 в рак. Замечательно. Как проходить любой цикл через n вершину? Думайте. Он проходит либо так, а потом походил, походил, походил и так. Либо он проходит так, походил, походил, а потом так. И это для n минус 1 вершин. А когда вы про каждый вершин так сделаете, то у вас останется... Ну, простите, уже что-то это одна. Ну и потому что дальше будет все...